всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл я реально готовился и подготовил для вас потратил очень много своего времени топ 5 убийц флагманов по состоянию на конец 2016 года сюда вошли только реально самые интересные модели в ролике нет никакой рекламы не скрытой не явный все по-честному как если я себе выбирал обращал внимание и на емкость батареи на время автономной работы и на корпус и на камеры и в совокупности для вас я подготовил топ-5 китайских реально интересных смартфонов но это еще не все на самом деле я вас немножко сейчас обманул это не топ-5 а топ-8 потому что нельзя уместить в пятерку все сначала послушайте про пятерку и после этого еще три замечательных смартфона приятного просмотра первое место это получает у меня смартфон сяоми редми ноут три про давайте посмотрим что же он предлагает и за какие деньги пять с половиной дюймов ips экран full hd разрешения falcon snapdragon 650 это очень хороший процессор и достаточно емкую батарею 4050 миллиампер ценник начинается если посмотреть на яндекс маркете от 11 с половиной тысяч рублей за 32 гигабайтную версию с тремя гигабайтами оперативки на алиэкспресс можно купить всего лишь от 170 долларов это металлическом корпусе с хорошим экраном все в общем то в нем хорошо есть fm радиоприемник и карта памяти ценник адекватный отзыв очень хороший и у меня смартфон оставил очень хорошее впечатление реально рекомендую присмотритесь второе место это сяоми редми ноут четвертый принципе очень сильно похож на редми ноут три про те же пять половиной дюймов ips full hd экран но процессор здесь уже не qualcomm овский а медиа тек helio x20 процессор хороший процессора также хватит на большинство задач считается что полком лучше но и медиа тек на самом деле тоже очень неплохо x20 10 ядерник батарея даже чуть больше целых четыре тысячи сто миллиампер это реально очень хорошо и цены если посмотреть на яндекс маркете всего лишь от 13 с половиной тысяч рублей за новинку притом 64 гигабайта встроенной памяти и 3 гига памяти оперативной на алиэкспресс можно купить уже от 190 ценники очень адекватные реально следующее третье место куда же без meizu meizu m3 ноут до процессор у него не столь хорош здесь только медиа тек хелия п 10 восьмиядерный все остальное там экран 5.5 дюймов ips то же самое full hd разрешение батарейка точно такая же как но четвертом 4100 миллиампер ценники очень доступны ну учитывая все это так же как и редми ноут 3 про стоит на яндекс маркете от 11 с половиной тысяч рублей те же самые 32 гигабайта встроенной памяти 3 гига оперативки на алиэкспресс можно купить за в общем-то доступные 175 долларов очень адекватная цена процессор не столь хороший но для большинства задач также вам его хватит шикарный аппарат присмотритесь также 4 место сяоми ми 5 этот аппарат которым я владел некоторое время сам все очень понравилось единственная батареечку конечно бы получше поэтому четвертое место смотрите что положила сяоми в этот аппарат экрана ips 515 дюймов чуть больше пяти full hd разрешение qualcomm snapdragon 820 это очень мощный процессор флагманский тот же самый который ставит во все без исключения сейчас новые флагманы батарея 3000 миллиампер это немного на самом деле аппарат живет день по-разному как пользоваться ценник сейчас на него очень сладкий купить можно в россии от 17 с половиной тысяч рублей 32 гигабайта 3 гигабайта оперативки на алиэкспресс можно заказать за 275 единственно учитывайте нет поддержки карт памяти и радиоприемник предыдущие три модели всеми этими достоинствами для меня по крайней мере обладают аппарат реально интересный экран лучше чем мэйзу и сяоми redmi экран абсолютно флагманский ценник сладкий присмотритесь пятое место meizu mx 6 принципе все то же самое как у всех то есть пять с половиной дюймов ips экран full hd mediatek helio x20 то же самое как сяоми redmi note 4 но батарея меньше 3000 060 миллиампер тоже не секрет хотелось бы конечно батарею лучше оптимизация не оптимизация но физику никто отменял все-таки для таких экранов 4 и выше ценник вот ценник у него от 22 тысяч рублей на текущий момент по яндекс маркет и выше 32 гигабайта 4 гигабайта оперативной памяти ценника 250 в принципе ценник нормальный опять же учитывайте что здесь нет карты памяти если вдруг она вам нужна и нет fm радиоприемника это мой рейтинг топ-5 и в качестве бонуса я для вас подготовил еще три модели которые также достойны вашего внимания поэтому получается топ-8 лиэко куда же без нее тем более у меня такая сейчас массированная активнейшая рекламная компания просто задавили всех куда не плюнь везде лиэко куда не плюнь везде хвалят лиэко я не хвалю я рассказываю объективно давайте же посмотрим почему это смартфон может быть вам интересен из всего рейтинга но экран чуть больше у него 5 и 7 дюймов IPS экран разрешение также выше 2 560 на 1440 и конечно же очень флагманский процессор тот же как и в mi5 это qualcomm Snapdragon 820 у него 3100 миллиампер батарея это немного учитывая Quad HD разрешение и подозревая что этот аппарат будет разряжаться к обеду но конечно надо его потестировать свое мнение составить на автономность все-таки не айс ценник очень адекватный от 20000 рублей все-таки за 820 за Quad HD от 20000 рублей по индекс маркету за 32 гигабайта и 4 гигабайта оперативки ценник на алиэкспресс от 240 единственное нужно учитывать что здесь нет карт памяти и экран я в общем-то этот аппаратик не видел но посмотрел отзывы почитал и поговорил с человеком кто его тестировал экран конечно здесь не самый флагманский хороший но не идеальный поэтому шестое место седьмое место и только потому что здесь огромная диагональ экраны присмотритесь Xiaomi Mi Max это аппарат которым я лично пользуюсь в принципе то же самое как и первое место Redmi Note 4 только экран большой 644 дюйма IPS Full HD процессор Qualcomm Snapdragon 650 и батарея целых 4850 миллиампер ценник очень сладкий учитывая все это от 13 с половиной тысяч за 32 гигабайтную версию с 3 гигабайтами оперативы либо от 200 долларов на алиэкспресс реально хороший аппарат присмотритесь но большой и последнее место кто-то удивится где же OnePlus да вот он на последнем месте объясню почему меня ничем эта фирма не обидела просто объективно ребят OnePlus 3 5 с половиной дюймов AMOLED экран единственные все мои подборки разрешение Full HD Qualcomm Snapdragon 820 да тот же самый флагманский как и в Mi 5 например как и в Leica Limax 2 но батарейка 3000 миллиампер немного так же как и Xiaomi Mi 5 опять же разряжаться будет быстро но смотрим на цены что же случилось почему так дорого от 32 тысяч рублей от 32 тысяч рублей правда же за 64 гигабайт версию на индекс маркете из 6 гигабайтами оператива да это круто но мне не нужно столько оперативки метра хватает от 475 долларов стоит на алиэкспресс это на 200 долларов больше чем тот же самый Mi 5 и нет поддержки также карт памяти не понимаю ребят может быть я ошибаюсь напишите но все-таки мне кажется несколько он переоценен все-таки это не iPhone не Samsung и так далее в любом случае свой покупатель на него найдется ну что же я надеюсь мой рейтинг был вам полезен отмечу несколько важных вещей если вам важен как и мне FM радиоприемник то он есть только в Redmi серии и Xiaomi Mi Max инфракрасный порт если вам важно то он есть только у Xiaomi на всех и только на Ли Эко это пульт управления и оптическая стабилизация есть только в Xiaomi Mi 5 в Ли Эко и One Plus 3 нравится ролик ставьте лайк подписывайтесь на видео впереди будет как всегда много интересного счастливо будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны пока пока